Добрый день! Меня зовут Ландина Наталья. В сегодняшнем видео я вам расскажу о тех изменениях, которые произошли в статье 80 Уголовного кодекса. Эти изменения вступили в законную силу 8 января 2019 года. Теперь у заключенных появилась возможность о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы на принудительные работы. Важно знать, что эти изменения коснулись не только осужденных за преступления небольшой и средней тяжести, но и тех осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления. Согласно статье 80 Уголовного кодекса, неотбытая часть наказания может быть заменена на более мягкий вид наказания по фактическому отбытию осужденного за преступление небольшой и средней тяжести не менее 1,3 срока, либо не менее 1,4 срока наказания при замене наказания в виде лишения свободы на принудительные работы. Что касается тяжких преступлений, не менее половины срока наказания, либо не менее 1,3 наказания при замене наказания в виде лишения свободы на принудительные работы. Что касается особо тяжких преступлений, не менее 2,3 срока, либо не менее половины срока при замене наказания в виде лишения свободы на принудительные работы. При подаче ходатайства осужденным или представителям администрации учреждения или органа, исполняющего наказание о замене наказания на более мягкий вид, суд учитывает поведение осужденного, его отношение к учебе и труду в течение всего срока наказания, его отношение к совершенному, к содеянному. И также учитывается то, что он полностью или частично компенсировал вред, причиненный в результате совершения преступления. Также хотелось бы отметить, что осужденный может официально быть трудоустроен на предприятии, однако 20% его дохода будет уходить в пользу государства, либо в пользу потерпевшего. В эти центры осужденный является сам, либо его доставляют туда органы в СИН. Также в России существует 83 исправительных центра. Сейчас в данный момент они заполнены на 89,6%. И еженедельный прирост составляет до 200 человек, об этом сообщил замдиректор АФСИН. Поэтому в данное время ходатайства их исполнения тормозятся и зачастую поступают отказ в связи с тем, что огромное количество желающих, а мест в регионах, в которых находится осужденный, не хватает. Но если постараться и обжаловать этот отказ в вышестоящем суде и получить после рассмотрения жалобы положительный результат, после положительного результата и решения суда в СИН ничего не остается, как отправлять осужденного в другие регионы. Поэтому, конечно, выбор за вами, выбрать более мягкий вид наказания или дождаться новой возможности подачи ходатайства на замену наказания на более мягкий вид на исправительные работы или ограничения свободы, это браслет. Об этом я вам расскажу в следующем видео. Если вы подали ходатайство о замене наказания на принудительные работы, то следующее ходатайство о замене наказания на исправительные работы вы сможете подать уже через 6 месяцев. Если у вас остались вопросы, пишите свои комментарии, ставьте лайки, делайте репосты, подписывайтесь на наш YouTube канал, на нашу страничку в Instagram и в ВК. До скорых интересных встреч!